Друзья, доброго вам аппетита! Новостной выпуск, всё как обычно, вы там вкусно что-то едите. И давайте продолжаем нашу традицию с тем, что вы скидываете рецептики и что вы конкретно едите в мой инстаграм. И пишите тоже в коммент, под что вы там конкретно смотрите новостной выпуск. У меня вот водичка сегодня. Потому что я только что, буквально плотненько, позавтракал. Блинчиками, круассаном, кофе. Кайфы. Я сейчас нахожусь в Великом Новгороде, у меня сегодня последний день поездки. Как вы помните в предыдущем новостном выпуске, который мы писали в Питере, я говорил, что мы поехали с друзьями в Карелию, отмечать день рождения. Вот это всё, и вот мы уже вернулись. В тот момент, когда вы будете видеть этот выпуск на канале, я уже буду в Москве работать, всё будет в порядке. Пара слов про поездку. Во-первых, Питер. Моя строжайшая рекомендация. Если вы поедете отдыхать в Питере или вы живёте в Питере и так далее, зайдите в ресторан Harvest. Я очень много каких мест знаю в Питере. И Питер для меня, как бы, довольно хорошо знакомый город. Но вот этот ресторан прям открытие. Мы с парнями вообще прям очень сильно офигели с того, какое там, какие там блюда, какое там обслуживание, какой там ценник. Типа, ну вообще, в принципе, очень крутой ресторан. Если говорить про Сан-Питер, то, как бы, очень забавно смотреть на то, как в городе ещё пытаются существовать какие-то ограничения. Ещё не работают нормальные рестораны, работают только, типа, террасы. Но при этом на улицах просто огромное количество людей. Весь Невский просто в людях. Рубинштейна просто тонет в человеческом потоке. Типа, все гуляют, веселятся, обнимаются. Ни о какой эпидемии, пандемии уже речи давно-давно не идёт. Все уже забили болт. Спокойно наслаждаются жизнью и ждут пока хоть кто-нибудь. Ну, относительно здравомыслящий, примет уже решение, что, ну да, всё, хорошо. Это всё лишь декорация. Давайте отменим все ограничения, пусть все нормально живут и дальше общаются. Потому что мне кажется, что лучше бы люди бы сидели внутри ресторанов, хоть на каком-то расстоянии, чем они на входе, всей толпой обнимаются, стоят, бухают, веселятся. Вот это всё. То есть, ну, как бы, с точки зрения вот именно сдерживания эпидемии, я что-то не сильно понимаю, как это работает. Плюс, понятное дело, что сейчас вся страна ломанулась в Питер, как и в Карелию тоже. Потому что мы удивились с того, что мы переехали в Петрозаводск, а номеров-то в отеле особо нет. И всё, всё забронировано, все комплексы забронированы. Типа, вообще дофига народу, короче. И очень забавно наблюдать, как в Карелии на заправках, которых там довольно мало, потому что, ну, в принципе, регион-то не сильно заселённый, стоит какая-нибудь одинокая заправка, и к ней огромная очередь автомобилей. И весь персонал заправки с выпученными глазами пытается это хоть как-то обслужить, потому что, ну, такого потока людей никто вообще не ожидал. Короче, Карелии, лайк Петрозаводску, лайк Питеру, двойной лайк, потому что, ну, Рил, очень крутая движуха сейчас в городе происходит. Я вернулся в Москву, ну, через день уже вернусь. И давайте к новостям. В ГИБДД рассказали об упрощённой процедуре замене просроченных прав. И тут речь идёт о том, что все ребята, у кого кончились права во время ограничений, в пандемию, могут не сильно заморачиваться. Во-первых, им продлили срок действия прав, что их можно менять там в течение года и не переживать по поводу. Во-вторых, типа, ввели электронную процедуру, что, типа, вот, ну, можно просто подать заявление на сайте, и мы всё сделаем. И это действительно только для тех людей, у кого срок действия прав закончился в период с 1 февраля по 15 июля. А почему для всех остальных так бы не сделать ГИБДД? Почему всем остальным нужно куда-то идти? Я буквально сам недавно менял права. Процедура, по крайней мере, год назад выглядела абсолютно точно так же, как и выглядят все процедуры у нас в ГИБДД. Тебе нужно ходить, собирать какие-то кучи бумажек, что-то там подавать, что-то там идти куда-то фоткаться. Ладно, хоть хорошо, выдают день в день. Уже классно, замечательно. Но почему, в принципе, абсолютно весь документооборот, справки и проще, вот этот вот анальный геморрой, который у нас существует со всеми государственными органами, не перевести в электронку, я не понимаю. Ну, Рил, типа, бумажка. Я уже, вот, я ношу с собой паспорт, и не понимаю, зачем я это делаю. Ну, объективно, когда у меня есть внутри телефона все фотографии этого паспорта, если во всех данных этот, ну, во всех базах данных этот паспорт есть, за хером эта бумажка мне нужна. Но это, видимо, не моих куриных мозгов дело. И вот с ГИБДД, елки-палки, ну, вот, я понимаю, что, наверное, они таким образом хотят немножко откатать технологию, потом, если это получится, в принципе, перевести это дело в онлайн. Ну, переведите сразу. Ну, а что нет? Все равно же сейчас все люди, все равно весь поток людей к вам хлынет. То, что вы разделите потоки, что все, кто после июля, у кого закончились права, пойдут ножками топать в отделение ГИБДД и там подавать бумажки, а половина другая побежит вам подавать электронные заявления, вряд ли это как-то категорическим образом снизит загрузку. Также отмечаю, что к электронному заявлению необходимо прикрепить копии паспорта, медицинской справки, нынешнего водительского удостоверения и квитанции о плате госпошлины. Ну, камон! Ну, зачем прикреплять нынешнее водительское удостоверение? Оно же у вас есть. Ну, вы же мне его выдали. Ну, оно же есть у вас. Там же есть, ну, наверное, в ГИБДД какая-то моя карточка, какое-то вот мое, типа, дело, или там, я не знаю, как выглядит это все в государственных базах, но по-любому же можно же найти, вот там, типа, Асафьев Станислав Александрович, херак, и там все данные по поводу меня. Зачем мне вам отправлять копию моего же водительского удостоверения, которое я вам выдал? Точно так же, как и квитанция по плате госпошлины. Ну, камон! Почему нельзя сделать так, что, типа, как только ты оплачиваешь какую-либо госпошлину, что это сразу просто как-то автоматом улетало, ну, в отделение ГИБДД, там, или в какую-то общую какую-то базу облака, я не знаю, ну, типа, почему? Но хотя бы и на том спасибо, что не заставили всех людей, у кого кончились права в этот период пандемии, всей толпой ровным строем идти в одно окошечко и доставать там одну несчастную женщину, чтобы она им всем поменяла права. И на том спасибо. Мерседес вывел на тесты самую экстремальную версию нового G-класса. Появились шпионские фотографии, шпионские фотографии, Мерседес-Бенц G500 4х4 в квадрате, нового поколения с 450-миллиметровым клиренсом. Вот такую херню выкатил Мерседес. И на самом деле с Гелендвагеном Мерс может делать абсолютно все, что угодно. Вот любую упоротую дичь, которую сможет придумать Мерседес с Геликом, нужно определенно точно выпускать, потому что у Гелика своя определенная, очень интересная целевая аудитория. Люди, которые покупают абсолютно любую херню за абсолютно любые деньги. Потому что, ну, как мне кажется, это мое субъективное мнение, я ни на что не претендую, но Гелендваген кусок ненужного металла. Потому что, ну, зачем он нужен, особенно актуальный, особенно за такое количество денег, вообще не совсем понятно. Ну, Рилл непонятно. Может быть от того, что у меня нет Гелендвагена, я поэтому не понимаю, почему он нужен. Но зачем нужно вот такое, или шестиколесный, допустим, ну, в смысле трехосевой Гелендваген, тоже непонятно. И в любом случае найдутся люди, которые раскупят эту партию. По крайней мере, в охрану Тимати уже несколько штук определенно точно заказали. В Европе продажи Лада упали в два раза. А больше всего с января по июнь 2020 года в Евросоюзе было продано автомобилей Volkswagen. Не суетесь, утонете. Как водители пережили наводнение в Иркутске? Если вы не в курсе, то Иркутск тут недавно затопило. Причем довольно знатно. Там прошла какая-то куча дождей, как это все обычно, все затопило, все утонули, все очень плохо. Наводнение у нас в стране это довольно редкая штука. Ну, относительно, допустим, штатов, либо каких-нибудь стран с прибрежными районами, или там островных государств и так далее. То есть вот в Штатах автомобили тонут намного чаще, чем у нас. Даже несмотря на то, что у них автомобилей сильно больше, чем у нас, если составить пропорцию, то у них процент утопленников гораздо выше, чем в нашей стране. И на самом деле утопленный автомобиль это большая проблема. Все обычно переживают за утопление, что это вот мотор у нас хлебанул водички, получил гидроудар, мотор на помоечку. А это далеко не самые проблемы. Ну, типа, камон, мотор меняешь, все в порядке. Ну, то есть, если бы была проблема только в одном моторе, то, в принципе, это понятные траты. Это понятно, что ты покупаешь контрактный мотор, там, с разборочки, либо еще откуда-нибудь ставишь, ездишь дальше, не переживаешь. Но нет. Утопленник это очень большой геморрой. Особенно, если автомобиль, ну, современный, технически сложный. Вот это вот все. Потому что, если у вас тонут абсолютно все блоки управления, если у вас тонет абсолютно вся электроника, вся коробка, все вообще у вас тонет, все. Автомобиль полностью в утиль. Ну, по большому счету, если он прям, особенно, если он еще и работал в момент утопления, то просто, ну, скорее всего, это восстанавливать не будет никакого смысла. Да, можно будет там махнуть мотор, на этом еще хоть как-то попытаться поездить, но, скорее всего, вас в будущем и будущего владельца будут ждать только одни огромные анальные страдания. Все. Кроме нормальной эксплуатации. Ничего там святого не будет в этом автомобиле. Все, что я, ну, могу посоветовать, чтобы вот хоть как-то ограничиваться от этих штук. Первое. Если, ну, вы живете в каком-то городе, вы всегда знаете, где какие улицы у вас подтапливают. Ну, грубо говоря. То есть, всегда понятно. Вот Москву недавно топило, и там вот в Москве утонул весь юг, а на севере практически никто не утонул. И так всегда происходит, собственно, в любые сильные дожди. Всегда понятно, что югу жопа, северу нормально. Не знаю, с чем это связано, либо с уклоном местности, в принципе, в Москве, либо с тем, как спроектировано все вокруг, ливневки, вот это все. Но юг в Москве тонет гораздо чаще, чем север. То же самое, допустим, в Великом Новгороде. И вот когда у нас происходят какие-то там, типа, сильные ливни и прочее-прочее, сразу понятно, какая улица утонет первой. Ну, то есть, я как местный, я вот знаю. И в вашем городе же определенно точно такая же ситуация. Если вы знаете, что в какой-то момент будут ливни, что их же обычно, это же не случается внезапно. То есть, обычно МЧС там, типа, 2-3 дня орет, что о-ло-ло, нас сейчас всех затопит. Вот если вы видите такие сообщения от МЧС, они не успокаиваются, что, типа, действительно скоро придется какая-то, ну, жопа. Вы знаете, что вашу улицу одной из первых топит в городе, но перетащите тачку на другую улицу заранее. Пофиг, не успели перетащить. Все, вот вы понимаете, что все, жопень вот льет и льет. Все, надо что-то с этим делать. То единственное, что я вам посоветую, просто отсоедините аккумулятор, вытащите его из машины. И, конечно же, ни в коем случае не заводите автомобиль, не пытайтесь его никуда перенуть. Если вы уже видите, что все, уже лужа, все поплыло, все, аккумулятор вынули, пошли. Дальше уже будете разбираться по факту, что случилось. Но, типа, если вы попытаетесь куда-то уехать, то, конечно же, коробки от этого хорошо не станет. И гидроудар вы можете поймать. А если вы за дорогой, типа, едете и понимаете, что вот, ну, типа, улица плывет, все плывут, не пытайтесь ее переезжать. Ну, не включайте вы эту историю, что, типа, сейчас я проеду и все будет нормально. Господи, припаркуйте автомобиль, опять же, отсоедините аккумулятор, заглушите мотор, выйдите, пройдитесь. Ну, не сахарные, не растаете, господи. Я понимаю, что вы сейчас можете написать мне там еще кучу всяких штук, что, типа, ну, вот, я же там с ребенком еду, а как же так, а вот это вот все. Ну, камон, если ты с ребенком посреди перекрестка еще при наводнении застрянешь, как бы лучше-то от этого не будет. Ну, все равно намокнете, только еще и машину сломаешь. А после утопления все, что вы можете сделать, это просто вот, типа, если машина пережила, допустим, всю эту историю, грузите на эвакуатор, везете в сервис, все прочищаете, все просушаете и только потом пытаетесь заводить. Ни в коем случае не надо заводить автомобиль после того, как он немножечко притопился. Даже если у вас воздухозабор находится где-нибудь, ну, там, в середине бампера, а воды долило чуть ниже, и вы такие, ну, наверное, прокатит. Лучше не стоит. Вызовите эвакуатор, доесть до сервиса, разберите, скиньте пару патрубков, будет понятно, есть ли вода в моторе или нет. А если вода попадала в салон, то, опять же, нужно поднимать все ковры, нужно все поднимать, все просушать до того, как заведется, до того, как подастся электричество на все, что есть внутри автомобиля. Электрик вам за это скажет большое-большое спасибо. Он все равно, ему будет очень больно, потому что, когда автомобиль топится, и потом вы приезжаете к электрику, он такой, мать моя, зачем я выбрал эту профессию? Но все равно, типа, вы так очень сильно облегчите ему жизнь, а себе стоимость на ремонт. Тесла протаранила полицейскую машину и машину скорой помощи. И вот вам фотофакт. И, во-первых, у нас уже по ходу традиция, что в каждом новостном выпуске мы так или иначе обсуждаем Теслу, потому что всегда, во всех новостных завелках, всегда что-нибудь про Теслу висит. Сейчас, даже вот в данный момент, когда я подбирал новости к этому выпуску, висит 4 новости про Теслу. Ну, различные, всякие разные. Там рендер нового здания, нового завода, фабрики, которая будет производить автомобили в Европе. И там еще какая-то херня, не суть важная. Короче, что меня заинтересовало в этой новости, то, что буквально неделю назад мы с вами обсуждали, что Илон Маск выступил с тем, что мы сейчас автопилот изобретем, в конце года тачки будут сами ездить. Но, вот. Да, понятное дело, что тут как бы написано, что полицейские сомневаются в том, был ли трезвый водитель за рулем. Возможно, он, типа, был не трезв, а еще и там накуренный или еще что-то такое. Но какая разница, когда машину ведет автопилот? И то, что Тесла не заметила, как бы, ну, две здоровые машины и влетела в них, говорит о том, что автопилот немножечко несовершенен. Плюс буквально недавно форсилась история, что какой-то чувак в Штатах тоже разбился, когда ехал на автопилоте. Типа, лежала фура поперек дороги, вот прям поперек дороги. Тачка уверенно ехала в фуру, чувак был трезвый, все в порядке, начал нажимать на тормоза, но было уже поздно. Когда он понял, что автопилот не реагирует, типа, он спокойненько себе дальше продолжил движение в лежащую фуру. Да, это поправят, да, это исключительные случаи, потому что на автопилоте Тесл катается, ну, довольно много, особенно в Штатах. Но меня удивляет, насколько простые ситуации иногда автопилот, ну, не может разрулить. То есть, его научили понимать полосы, понимать движения, съезды, скоростные режимы, пешеходов, еще чего-то, а вот валяющийся по дороге фуру, он такой, а, нормуль, проедем, неважно, скорая помощь, отлично, еду прямо в вас. Интересно так. И несмотря на то, что Илон Маск заверяет нас, что в концу года уже будет выкачан, типа, полный автономный автопилот, которому вообще не будет требоваться никакие указания, скорее всего, для того, чтобы технология нормально докаталась, чтобы это действительно было безопасно и, ну, удобно в использовании, нам нужно еще лет 5-6, и только потом появятся какие-нибудь пилотируемые автомобили искусственным интеллектом на дорогах. Ну, как и, собственно, и раньше я про это говорил. Редкий Феррари, мое любимое название автомобильного бренда, разбили во время тест-драйва. И вот, опять же, фотофакт. На фотографии модель F40, знаменитая тем, что у ее очень много серий Топ Гира. Троица наша всеми с вами любимая облизывала с ног до головы, что это великий автомобиль, это замечательный автомобиль, это легенда вообще на момент выпуска, когда F40 появился только в мире. Это был самый быстрый автомобиль в принципе в мире, недосягаемая высота, прям вообще супер тачка. Ну и особую ценность, по-моему, технических решений у этот автомобиль имеет в том, что это последний автомобиль, который выпущен при жизни Энса, основателя бренда Феррари. И их выпущено всего 1300 штук, ну, то есть, немного. По меркам Феррари это, типа, ну, нормальный, в принципе, такой уверенный объем выпуска, но все равно это немного с точки зрения того, что всем автомобилям уже, там, минимум 30 лет, и живых осталось намного меньше. И вот, минус один, потому что вот это восстановлению не подлежит. Пацаны с гаража, конечно, такие, да, господи, чё там сейчас, мы ща пе-пе-пе подшаманим, заодно пробег пильнем, вообще отличная тачка будет. Но нет, с редкими экземплярами, с коллекционными экземплярами это так не работает, пацаны. Эти тачки имеют смысл, ну, вот, в себе. Только в том случае, если они полностью в заводском состоянии. Вот как их выпустили, вот в таком виде они и существуют. Только в этом, ну, только в этом исполнении тачка имеет смысл. И только в таком виде она может стоить полтора миллиона долларов. Ну, а некоторые там и дороже стоят. Самое интересное в этой новости в том, что за рулем не был владелец автомобиля, а чувак взял покататься тачку просто на тест-драйв в дилерском центре. Ну, он, типа, видимо, рассматривал ее к покупке. И, ну, просто как бы вот разложил на дороге. И теперь ему придется компенсировать стоимость этого автомобиля. То есть, у чувака получился тест-драйв на полтора миллиона долларов. И, с одной стороны, можно офигеть немножко, что тебе фига, ну, как бы, э, вот Ваську теперь надо будет выплачивать полторашечку, но я думаю, что если бы изначально у человека, которому доверили управление этим автомобилем, не было бы на счету полтора-два миллиона долларов, то ему бы не доверили бы эту тачку. Ну, потому что это не так работает. Вот. Поэтому, в принципе, то, что тут висит дальше в новости, что виновнику аварии придется отдать огромную сумму страховой компании, за это можно не переживать. Потому что у чувака по-любому этот бабос есть. Названы марки машин самых злостных неплательщиков автокредитов. Ну, и вот сейчас давайте все клубы напряглись. Все такие, так-так-так. Ну, кто там у нас покупает тачечки в кредит, чтобы казаться почаще на районе и при этом не платить по нему, это у нас Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus и Toyota Camry. Toyota Camry Club. Здравствуйте. Ну, во-первых, грусть. Во-первых, грусть. Мне очень грустно, когда люди берут кредит, а потом не могут по нему заплатить. Либо, ну, намеренно, типа, такие, да пошли в жопу, просто платить не будут. Либо из-за фиговой финансовой ситуации. Конечно, все сейчас будут прибедяться, что фиговая финансовая ситуация и так далее. Как же все плохо, но когда вы подписываете банковский договор о получении кредита, автокредита, ипотеки, неважно, вы сами его подписываете. Вас никто не заставляет, у вас должен быть план, вы должны понимать, каким образом вы этот кредит отдадите. Поэтому, типа, с одной стороны, можно выйти по поводу, что, ну, бля, как же несправедливо, когда на мне такие долги, и я такой весь несчастный, вот это все, т.т. Ну, с другой стороны, кому? Ты сам это делал? У меня кредитов нет. Два или три было за всю жизнь, которые, ну, там, типа, на айфон, и на макбук, и батин брадик, который я там погасил из несколька месяцев. То есть, я, типа, беру, если я понимаю, что вот мне сейчас неудобно, там, допустим, вынимать наличку, я перехвачусь, потом, типа, загружу через несколько месяцев кредит полностью, и все в порядке. Я, в принципе, живу по стратегии, что, типа, я не хочу брать никакие кредиты, в принципе, в жизни. И, тем более на расходы, тем более на расходную часть, когда это, типа, автомобиль, который сам по себе не приносит денег, который сам по себе является убытком, на который нужно тратить деньги на обслуживание, на налоги, на парковки, на ремонт, он сам по себе теряет стоимость, и брать еще сверху на это автокредит, чтобы за вот эту вот огромную расходную часть платить проценты банку, ну, нужно прям иметь очень серьезное обоснование, зачем тебе это нужно, кроме того, чтобы оказаться почетче на районе, ну, Рио. Вполне возможно, я допускаю, что, так как здесь у нас лидирует Москва, ну, по объему задолженности перед банками лидирует Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область. Мне кажется, что большинство этих автомобилей, так как Рио, Солярис и Камри, это три самых популярных автомобиля в такси, у нас, в центральном регионе страны, скорее всего, это просто таксопарки не платят, либо просто таксисты какие-то берут личные, ну, типа автокредиты, идут на этом деле таксовать, либо курьерские службы, либо что-то так или иначе, используемое, ну, типа для разъездной работы. И в период кризиса, когда все навернулось, ни у кого денег нет, платить не из чего. Но, эту логику сразу бьет тот факт, за период, за два месяца, когда в стране действовали ограничения из-за коронавируса, этот объем задолженности вырос на 4,2%, то есть, в принципе, немного. Он и всегда, ну, типа был до этого, и существовал до этого. До 51,9 миллиардов рублей. Можно подумать, что это очень большая сумма, но на самом деле, в разрезе автомобильного рынка нет, это немного. Количество просроченных автокредитов также выросло за апрель-май на 3,5%, до 112 тысяч единиц. То есть, сейчас у нас в стране, на данный момент, 112 тысяч просроченных автокредитов. Короче, покупать автомобили хорошо, но покупать автомобили необдуманно, в кредит, не просчитав всю свою финансовую ситуацию, глупо и странно. Вы все взрослые люди, умеете обращаться с финансами. И покупайте автомобили ответственно. Toyota представила обновленную Camry. Вот оно. Только для рынка Америки. Ну, рестайлинг, вот этот вот, конкретный вот этот рестайлинг, типа появится ли в других странах, пока неизвестно, Toyota не раскрывает, но как обычно это бывает у Toyota, изменения у нас бесповоротные, беспрецедентные и категорические, потому что, внимайте, граждане, у нас новый сенсорный экран и новая центральная консоль, измененная решетка радиатора, и что самое важное, новый помощник, который в случае необходимости напомнит водителю перед выходом из машины, что на заднем сидении остались пассажиры. Очень важная функция для Toyota Club. Видимо, как бы, повернуться недосягаемое опция для Toyota. Ну, потому что бывает, вы же по-любому замечали такую историю, что за черными Camry 3.5 или за большими крузаками сидят такие уважаемые ребята, для которых рил повернуться назад может быть проблемой. Ну, он только глазами шевелить может, иногда вот так вот. Все, максимум, больше никак. И поэтому, ну, Toyota очень хорошо понимает своего целевого клиента и очень хорошо понимает свою целевую аудиторию и те вещи, которые им нужны. Поэтому напомнить, что Алло, ты сзади забыл всю свою семью, как бы, будет не лишним. Для нового мирового автогиганта, созданного объединением ФСА и ПСА, придумали название. И название звучит как Stellantis. Давайте устроим в комментариях рубрику «Народное творчество». Если вы вдруг не в курсе, ФСА это Fiat Chrysler, Payside, Peugeot, Citroën Group. И вот эти ребята недавно слились и они теперь будут называться Stellantis. Ну, как бы, бренды автомобильные останутся, просто само объединение хед-менеджмента, кто будет рулить двумя автоконцернами, будет называться Stellantis. Так вот, давайте напишем четверостишье какое-нибудь с этими словами, посвященное Peugeot и Fiat-у. Я свой вариант, ну, придумаю. Я сейчас эту фигню, вот, придумал, типа, за 5 секунд. Я сейчас подумаю и в закрепленном комментарии оставлю свой вариант четверостишье. И вы пишите свои. Поугараем. Новый Audi A6 Allroad выходит на российский рынок. Мы с вами недавно обсуждали, что новая A6 Allroad, Pnevmo, V6 Dizel, муа, вообще, пушка пепела, самый лучший универсал на планете, по моему кривому мнению. Но, вот они представили его. Сейчас в страну привозят только 50 Allroad, ограниченной партии, которая посвящена к 20-летию модели, которые комплектуются только V-образным дизелем, которые только в жире. И цена 5 миллионов 377 тысяч рублей. От, сука. И ты такой, да, автомобиль-то хороший, да, ну, бля, 5,5 миллионов, аа, чё? Ну, типа, это очень больно. И при этом, забавно, что статья висит на авторевью, и они такие, типа, прямых конкурентов для автомобиля только два. Mercedes-Benz E-класса Allterrain, ну, типа, универсал, Ешка. И Volvo V90 Cross Country. При этом, Ешка стоит от 4,5, да, типа, на 800 тысяч дешевле. А Volvo 3,600. И ты такой, 3,600. Ну, понятное дело, да, что Allroad тут только жирный, посвященный 20-летию модели. Да-да-да, он будет потом подешевле, вот это все. Плюс есть еще обычный Avant A6, и типа, да, бля, боль. Ты прям, аа, ну, очень больно. Но те люди, кто сможет себе позволить, я это и в предыдущих новостях говорил, и сейчас скажу, те люди, кто смогут себе позволить Allroad актуальный A6, Avant, кайфовать будете просто выше крыши. Тачка очень крутая. И не потому, что я люблю Audi. Тут, ну, Real, типа Allroad, A6, во всех поколениях, это очень крутой пепелат в свое время. Заголовок, который мне скидывали очень много людей, очень много раз, что вот, ты там, не веришь в электромобиль, и вот это все. А в Германии электромобиль Renault Zoe стал почти бесплатным. И ты потом читаешь новость чуть дальше, и ежемесячный платеж за Renault Zoe в Германии снизился до 39 евро в месяц. Благодаря субсидиям. И вы такие, че? 39 евро? Это же примерно 0 рублей? Ну, там, типа, 3000 рублей в месяц на автомобиль? И да, это правда. Рил, сейчас можно пойти в Германии купить Renault Zoe за 39 евро в месяц. Да, но, первое, Renault Zoe это вот такой автомобиль. Туда, по идее, ну, помещается 4 человека, но эти 4 человека должны быть такого размера, что за людей это считать, в принципе, довольно сложно. Второе, такой ценник доступен только благодаря тому, что Германия, типа, выделяет довольно большой пул денег в поддержку, типа, после коронакризиса, вот этого все, чтобы подстегнуть спрос к электромобилям. И фактически, они за людей платят 9000 евро налом, ну, типа, просто вот, типа, гасят. И остается у вас лизинг, по которому вы должны, там, в течение скольки-то лет еще платить по 39 евро в месяц. Вот в чем прикол. Это только акция в поддержку после коронакризиса, потом такой херни не будет. И не будут электромобили стоить 39 евро в месяц. Велосипед, сука, столько не стоит. Даже 39 евро в месяц. Рено Зои, это, типа, супер маленькая компактная электричка, которая сделана только для рынка Европы, по факту. Очень малым запасом хода, с очень малым размером, она там чуть ли не одна из самых дешевых в принципе вообще. И он там стоит, что-то около, порядка 10 тысяч евро. И вот опять же, те люди, которые такие, ооо, у них, типа, тачки стоят столько, а у нас вот, ооо, это так. Почему нельзя, короче, сравнивать цены на автомобили в разных странах между собой и пытаться из этого сделать какие-то выводы? Можно посмотреть на рынок Америки и увидеть, что там актуальный Ford Mustang стоит, там, типа, миллион рублей на наши деньги. Ну, там, типа, там, там, 20 долларов, например, или хрен за сколько там, вот подкинем титром сейчас, сколько стоит актуальный Mustang в Америке. И это нельзя сравнивать с нашими ценами, потому что это так не работает. Экономика так не работает. Во Франции примерно такая же история, там тоже есть госсубсидии и можно будет замутить так, чтобы тебе тот же сам Рено обошелся в 79 евро в месяц. Но не нужно воспринимать эту новость как все, электрокары захватили нас, теперь все, ой, они стоят бесплатно, так отлично, нужно же срочно бежать себе покупать электромобиль, потому что это очень дешево стоит. И я вас, наверное, удивлю, но, в принципе, содержание автомобиля у вас может быть, ну, типа, сильно меньше, чем содержание своего личного, потому что, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начинал вначале, что мы тут, типа, путешествовали, вот это все, парни, ну, типа, часть нашей, у нас было 8 человек, и 3 человека из Питера в Москву поехали на Mercedes-Benz E-классы, которые взяли в крошеринге, за 9 тысяч рублей. На троих поделить, это получится по 3 тысячи рублей. Доехать на Mercedes-Benz E-класса до Москвы, бензин входит в стоимость. И смысл иметь личный E-класс, для того, чтобы передвигаться где-то как-то по России, с каждым днем становится все меньше. Особо сильно это никого останавливать не будет, автопроизводители все равно будут придумывать, каким образом выкрутиться так, чтобы в условиях конкуренции, с многими сервисами и с многими другими вещами продолжать продавать людям автомобиль. Да и к тому же, если посмотреть на абсолютный объем продаж Renault Zoe и взять, например, продажи Deitchy Logan, то все становится понятно. В Подмосковье появился блошиный рынок ретроавтомобилей. Если вдруг не в курсе, под Москвой существует музей Вадима Задорожного. Там куча всякого интересного. Там самолеты, военная техника, автомобили, куча всякого стафа из Советского Союза и так далее. Я там два раза был. Прикольная штука. Рекомендую сходить поглазеть, если нечего делать. Ну и так как вся тусовка любых коллекционеров, реставраторов и прочих людей, которые угорают по Советскому Союзу, это, ну, вполне специфическая типа группа людей, кто вот просто, ну, типа, любит пощекотать свое чувство ностальгии по прошлому, теперь еще и устроили блошиный рынок, чтобы максимально прям возвести в абсолют. Потому что, ну, как же так? Ну, неинтересно же ходить и покупать автомобили там на Автору либо на каких-то других агрегаторах. Ну, можно же прийти и вот как в старые добрые времена посмотреть там, там стоит чувак с будильниками, стоит чувак с Запорожцем, стоит чувак еще с чем-нибудь. Ну, офигенно же. Кайфы. Класс. Ну, просто прикольный интертеймент. Ребята угорают как могут. И на самом деле, ну, вся вот ретро-движуха довольно прикольная вещь. Мне всегда интересно прийти и посмотреть на какие-нибудь старые тачки, посмотреть на то, как это выглядело раньше. Жалко, покататься нельзя. Но, понятное дело, типа, что если бы у всех была бы возможность покататься, то вот этих бы старых легендарных автомобилей уже давно бы ничего бы не осталось. И если вы не были в музее задорожного, ну, вот именно в секции автомобилей, блин, ну, вот я крайне рекомендую туда сходить. Потому что тачки там прям вот можно там залипнуть на целый день. Тачек очень много. Рейнджровер заменит дизель V8 рядной шестеркой. Боль? Боль. Да, по техническим характеристикам новая рядная шестерочка, которую изобрел Лендровер, типа, будет мощнее, моментнее, чем V8. Типа, классная, замечательная, все такое. Но мне больно. Мне больно. Потому что, да, я понимаю, что Фордовский 4.4, V8 дизель в рейнджаке уже морально устроил, но это настолько замечательный мотор. Это настолько замечательный агрегат, что очень больно, что он уходит. В России он еще пока останется. Это нововведение касается только рынков там, типа, Европы и других. Не России, короче. Пока мы все ездим на V8, ворчим, бубним, вот это все. Но через какой-то момент мы тоже перейдем на эти рядные шестерки, и это боль. Потому что, ну, где, как, кроме не в рейнджровере, это должно быть V8? Ну, оставьте его хотя бы там, но нет. Но нет. Понятное дело, что продажи лендровера от этого видоса сильно не подскочат, но, если есть возможность, обязательно заимейте себе во владение. Актуальный рейнджак на V8 дизель, потому что это супер приятный, замечательный агрегат. И, видимо, через какое-то время больше таких не будет. А на этом у меня все. Это все новости на сегодня. И в качестве послевкусия вброшу вам, что у меня, типа, я себе ставил задачу в начале года побывать в 12 новых местах в этом году. Ну, то есть, каждый месяц я должен где-то так или иначе в что-то новое съездить. Ну, типа, либо страна, либо какой-то город, неважно. И, понятное дело, что со всем этим коронакризисом и прочим всяким говничьим где-то все немножко стопорнулось. И, типа, за границу не улететь. Я такой, ну, видимо, буду путешествовать по России. Как, собственно, сейчас вся Россия и делает. Все сейчас перемещаются между регионами. На югах, типа, вообще просто повесится там очень много людей. В Питере тоже дохрена народу. Поэтому я сейчас свалю куда-нибудь в нестандартное какое-нибудь направление. И до конца года позакрываю 12 российских каких-нибудь регионов, в которых я еще ни разу не был. Опять же, типа, на новостные выпуски вот так же из полей будут сниматься. Вся актуальная информация будет в Инстаграме и в Инстаграме. Я буду спойлерить, если что, куда я поеду, где мне можно будет выловить. Скорее всего, я буду ездить один. Скорее всего, никаких сходок я проводить не буду, потому что, опять же, в условиях пандемии, типа, собирать толпу людей на улице, ну, так себе занятие. Типа, в УВД я вечер провести не хочу потом после этого. Потому что. Просто потому что хочется посмотреть на другие города и на другие страны. И я очень сильно люблю путешествовать. Вот. И я забодался сидеть, типа, в Москве. Сказал я это, находясь в Новгороде, но ладно, пофиг. Давайте. Вы уже там доели, молодцы. Дальше все, бегите заниматься делами. У вас там много работы, выставку пленкует, задачу надо еще что-нибудь сделать, еще там, типа, по дому что-нибудь сделать. Давайте все. Можно. Все. Пока, пацаны.